Моей маме, мамочка, с Новым годом! Это открыточка, зайчишка для тебя. Оставайся здоровой, счастливой, сильной. Все будет хорошо, все будет замечательно. Не беспокойся, прости, что не с тобой сейчас. Грусть отставить, милечку гладить и любить. Вы мои любимые, люблю вас. Будьте здоровы и счастливы, сыночек Сережа. Вот такую открыточку я получила на этот Новый год. Сергей могу сказать только хорошее. Парень активный, жизнерадостный. Сергей никогда не боялся называть все своими именами. Он вполне себе нормальный активист. В его постах не было никакого разжигания. Ничего экстремистского я там не усматриваю. Меня очень удивляет ситуация, в которой Сергей оказался. Сергей командиров, он попал, я считаю, в СИЗО. И в отношении него возбуждено уголовное дело. Не потому, что Сергей какой-то величайший смоленский преступник. Именно потому, что людям и в погонах нужно отработать свою пайку. Когда я последний раз был в суде у Сергея командирова, я наблюдал, что его психологическое состояние ухудшилось. А мы сейчас в комнате Сергея. Да. И его сколько здесь уже нет? У Сергея нет уже 4 месяца. Я очень скучаю по Сергею. Вначале я плакала каждый день. Теперь уже слез у меня нет. Мне просто так больно. Копает путинская система сама себе огромную могилу. День за днем, дно за дном. Власть постепенно приходит к тому, что рано или поздно она услышит удар своей лопаты о нечто твердое в земле. А вы с мужем не знали, да, что Сергей там ходил на митинги и что к вам может представиться? Мы это знали только из средств массовой информации. Он с вами не делился? Нет. Политику не обсуждал? Нет. У нас дома вообще про политику не говорили. Пытки, избиения, информационная война, работа полиции на пожимаемых руках и с судьями и так далее. Это достояние путинской России. Я считаю, что с точки зрения нынешнего политического режима, который сформировался в России, сдержание Сергея Командирова оно логично. Оно логично, поскольку нынешний режим политический, он создал в нашей стране довольно разведенную и многочисленную сеть органов, которые обеспечивают его несменяемость. Это соответствующее подразделение органов безопасности, это политическая полиция. И учитывая то, что в Смоленске им особо заняться-то и нечем, то есть у нас нет тут людей, которые готовы массово ринуться, а сейчас кого-то свергать здесь в Смоленске. Поэтому им приходится носиться по городу за пенсионерками, хватать людей за репосты и сажать их в следственные изоляторы, привлекать их к уголовной ответственности. Всем стать, суд идет. Рассматриваться уголовное дело в отношении бывшего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, его друзей, коллег, партнеров госслужащих, правоохранительных структур и всех тех, кто каким-либо образом был с ним связан, а также всех членов их семей. Данные лица обвиняются в преступлениях против человечества. Песков встать. Пошел. Наносить молодых людей в список террористов за репост ролика с актерами, где есть дисклеймер. Это политическая импотенция, это больше выглядит как попытка обуздать румяную молодость синими костлевыми ручонками. Нас постоянно душат, нам выдумывают всякие законы, которыми нас ограничивают. Нам запрещают выходить на улицы. Все, что наша власть говорит про вставание с колен, это миф. Это ложь, вранье. С Сергеем командиром мы познакомились в конце 2017 года, перед началом кампании Алексея Навального в его штабе. Мы общались, дружили до официального закрытия штабов. В 2018 году меня репрессировали три раза. Первый раз за прогулку Шаром Навального и раздачу листовок. Мне дали 20 часов обязательных работ, а также параллельно отчислили с вуза, с Ранхикса, с четвертого курса, с самого последнего, директор Тимофеева Инна Юрьевна. И третий раз за то, что на митинге 5 мая 2018 года я высказался как раз-таки о прогулке с Шариками и отчислении из вуза. Мне дали 10 тысяч рублей штрафа. Сергей очень дружил с отцом. Они были хорошие, большие друзья. Отец был музыкантом, играл на многих инструментах. И Сергей перенял любовь к музыке от отца. Первый раз, когда пришли с обыском, отец еще был жив. Во время обыска отец просидел на стуле в коридоре все время. Отец Сергея заболел 14 лет назад. У него был тяжелый инсульт. Заново учили подниматься, учили ходить. И папу и этим занимался Сергей. Потом по ступенькам учил ходить папу. Контролировал прием лекарств. Папа встал на ноги, стал ходить, ездить на машине. Практически восстановился. Отец себя чувствовал хорошо в 19-м году. Ну, обыск, конечно, для нас это был шок с мужем. Папа стал хуже чувствовать. Перестал уже каждый день выходить на улицу. Все хуже и хуже. И через год умер. Кто-то еще есть в квартире? Нет, мы только вдвоем. И кошка. Я вас попрошу сюда присесть. От окна отойти. Отойти от телефона. Он будет изъят по уголовному делу. По какому? Сейчас мы вам все разъясним. Так вот и разъясняйте. Ну, вы хоть что-то оставьте. Я вообще ничего сейчас не зарабатываю. Про Сергея все, что я знаю, я узнала из новостей. Когда его отчисляли из института, когда его арестовали и поместили в СИЗО. А потом моя подруга создала канал Свободу Командирову. Кажется, сейчас он называется Дело Командирова. Канал в Телеграме. И там как раз открыли сбор поручительств за изменение меры пресечения. И я стала одним из поручителей из Смоленска. Насколько я знаю, поручительства собирали в других городах. И потом ходила на суд по изменению меры пресечения. Я уверена в том, что люди, обвиняемые в ненасильственных преступлениях, а все-таки репост ссылки – это ненасильственное преступление, не должны находиться под мерой пресечения в виде заключения. Наказание должно быть соразмерно преступлению. Но в данный момент я не вижу здесь никакого преступления, по моему мнению. Каждого, кто был из пришедших, кто подписал поручительство, каждого вызывали по одному. Судья и прокурор спрашивали, как мы можем обеспечить, согласно этому поручительству, содержание Сергея под домашним арестом дома. Он держался бодрым, когда мы по очереди заходили, но когда последней зашла его мать, мы услышали, что заревела и мать, и Сергей. Это было слышно прямо из коридора. Сергей очень любит свою кошку, и кошка его обожает. Сергея забрали, и кошка перешла спать со своей кроватки на кровать Сергея. И теперь греет место Сергея, ждет, когда Весерушка вернется. А кем Сергей хотел бы работать? Какие у него планы были? Ему нравилось работать по арестам. Но вообще мы последние месяцы рассматривали варианты, что он пойдет работать по специальности. А какая у него специальность? Специальность экономист. Человек любил Смоленск, любил жизнь, любил, чтобы в городе было чисто, неравнодушно к этому, любил фотографировать город, любил, чтобы люди были счастливые. Яркий пример смоленских дворов. Типа такой, идешь, идешь, а как переходить? Там только по ребрику, типа, например, классно функционирующая ливневка, вот, водичка. Течет туда, класс. Это его город, это родной его город. Он никуда отсюда не хотел, не хочет уезжать. Ты сам боишься, что вдруг это может случиться с кем-то еще? Ну, в принципе, да. Ну, я не, как бы, если будут уже приходить, то, естественно, будут уже приходить и за всеми, кто просто дружил, кто общался, кто как-то приходил на какие-то митинги. Я считаю, что это вполне возможно, вполне реальное развитие событий. Вот, но я не боюсь. Если придут, ну, а что я уже сделаю? Вот. То есть, ну, страну я эту покидать не собираюсь. Скрываться я не собираюсь. Я свободный человек, я здесь родился, это моя родина. Здесь мои родители, родственники, моя жизнь. Скажем, я чувствую некую угрозу, как еще один активист в Смоленске, и не могу не просчитывать риски для себя, потому что получается, что нужно очень мало исходных данных для того, чтобы попасть в такую ситуацию. Для не то что любого активиста, для любого человека. Я думаю, что в ближайшей перспективе под раздачу будут попадать люди, которые к оппозиционной деятельности какой-либо вообще отношения не имеют. То есть, будут сажать или привыкать к углу на ответственности, штрафовать на большие суммы. Людей, которые где-то по каким-то постам оставили комментарии с негативной оценкой действий властей. Просто вот на эмоциях, можно сказать. До 4 марта должен состояться суд. Я очень, очень хочу, очень надеюсь, что все это закончится. Весь этот кошмар. Это больше нельзя терпеть. Это невыносимо. Я хочу, чтобы сын вернулся домой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...